МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также он заявил, что власти регионов должны строго следить за доступностью и качеством услуг общественного транспорта, и если они ухудшаются, допускать на линии других предпринимателей, чтобы конкуренция за пассажиров нарастала. Сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать перевозки. И далеко не все из них делают это вынужденно из-за уменьшения пассажиропотока. Недобросовестные компании злоупотребляют своим правом, ведь перегруженные автобусы приносят им больше прибыли. Ограничим для перевозчиков возможность уведомительного изменения маршрутов и тем более их произвольного прекращения. Рассчитываем, что эта мера позволит людям добраться до места назначения быстрее, комфортнее, и за ту плату, которая будет обоснована реальными издержками перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом мест на маршрутах. Заявил премьер о мерах поддержки для водоканалов, снабжающих города страны питьевой водой. По действующим сейчас нормам они могут использовать на операционную деятельность лишь половину от абонентских платежей. До конца года предполагается это ограничение снять, чтобы водоканалы могли направлять дополнительные ресурсы на плановый ремонт и покрытие расходов. Теперь о скором открытии в Петербурге крупного ресторанного проекта. Речь о фудмоле, который разместится в здании бывшего Варшавского вокзала. 34 тысячи квадратных метров еды станут доступны для горожан уже осенью. По информации коммерсанта, крупнейший в Европе проект станет домом для 90 известных и новых ресторанных концепций. Также там планируют разместить концертную площадку для 2,5 тысяч человек, а дополнят атмосферу фитнес-клуб и продуктовый супермаркет. Разработала концепт крупнейшая холдинговая компания вместе с известным московским ресторатором. Инвестиции в проект не раскрываются, зато уже известен размер среднего чека. В районе 900 рублей с напитком. Эксперты говорят, дороговато, конечно. Впрочем, у такого масштабного проекта есть пространство для маневров. Для фуд-хола массовой направленности, фуд-мола, да, это довольно высокий чек. То есть это почти тысяча, и если говорить о семье, то это уже почти 4 тысячи, если вы, там, 4 человека. А так просто перекусить. И я все-таки надеюсь, что там будут зоны, поскольку пространство позволяет, для того, чтобы делить сегменты на более бюджетный, на средний и более премиальный класс, для того, чтобы люди могли выбирать. Создатели проекта особо подчеркивают, что в архитектуре будет сохранена важная историческая составляющая. А среди рестораторов свое участие уже подтвердили сильнейшие участники гастрорынка Петербурга и Москвы. Теперь про обе, которые, представьте себе, возвращаются. Начиная с 27 апреля магазины сети начнут вновь открываться в российских городах. В Петербурге будут работать уже на праздниках. Как нам сообщили в компании, под брендом Оби работать будут временно. В дальнейшем планируется переход под новую торговую марку. Ранее коммерсант писал о том, что немецкие владельцы вышли из состава бизнеса, и он должен перейти к структурам крупного холдинга из Казахстана, который ранее развивал магазин Оби по модели франшизы. А вот еще один зарубежный производитель, окончательно ушедший из России, договорился о продаже бизнеса местной компании. Финский концерн «Валю» объявил, что его покупает российская фирма, которая занимается производством мясной продукции. Она получит права на бренд «Виола». Ей также отойдет завод в Подмосковье. Финансовые детали сделки не раскрываются. В заявлении «Валя» особо подчеркивается, что появление нового собственника позволит продолжить производство продукции под брендом «Виола» и сохранить локальный ассортимент. Все сотрудники российского подразделения компании продолжат свою работу. У «Валю», я напомню, есть партнеры также и в Ленинградской области. Это заводы «Галактика» и «Молочная культура». В компании заявили, что это были партнерские отношения, и в нынешней сделке они никак не учтены. Финский производитель принял решение завершить деятельность в России 7 марта. Далее про возможное снижение ключевой ставки. Эксперты вполне серьезно рассматривают такую возможность. По их мнению, уже на следующем заседании в пятницу регулятор может опустить ставку с 17 до 15 процентов. В качестве аргумента называют замедление темпов роста инфляции. Снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, зафиксированное в последнем опросе ЦБ. Укрепление курса рубля и стабилизация ситуации в финансовом секторе. То есть сейчас ЦБ намерен поддержать доступность кредита в период вынужденной структурной перестройки экономики, балансируя это с необходимостью обеспечения привлекательных ставок по депозиту. Сейчас 17 процентов это все-таки еще запретительная ставка для кредитования. Рекордная ключевая ставка в 20 процентов была установлена Центробанком 28 февраля для того, чтобы прекратить массовый отток средств россиян со счетов банков. 11 апреля регулятор нашел возможность снизить ставку до 17 процентов. Ну и в заключении выпуска традиционной валюте рубль продолжает уверенно расти. И сегодня в ходе торгов на Мосбирже евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года. Что же касается официального курса по Центробанку на завтра, то доллар стоит 72 рубля 71 копейку, а евро 76 рублей и 67 копеек. Анастасия Измаилова с новостями экономики. Спасибо за обзор, а мы продолжаем выпуск.